Клево всем, друзья! Сегодня выскочил на вечерочку на Кубань, постараться что-то поймать. Сейчас уже 16.37, времени осталось немного. Буду ловить фидером и буду ловить легким удилищем. Река Кубань, течение. В основном на этом участке используют груза от 60 до 120 грамм. А я буду ловить удилищем Дайва тендер, удилище до 30 грамм и вот такой кормушечкой 30 грамм. Нашел точку ловли, бросать буду 13 оборотов катушки, дальность заброса, под острым углом, прибрежная, свал. Кормушка держится отлично, надеюсь все получится. Смотрим, ставим класс, подписываемся, друзья! Друзья, мешаю прикормочкой. Вот так вот у меня Крупа Крупа с горохом вареная. Они недоваренные, плотненькие, только-только начали разбухать. И сюда патечку прикормочкой лечь. Такой запах, арома идет классный, приятненький, очень вкусненький. Сам бы ел. Теперь понемножку, буквально по чуть-чуть добавляю водичку. Прикормку мне нужно сделать очень тяжелую, очень тяжелую, чтобы максимально все оставалось на дне, не уносило течением. Еще чуть-чуть водички. Все, прикормка очень тяжелая, но она сейчас постоит, возьмет свое и будет более-менее нормальная. Но, тем не менее, при этом будет очень-очень тяжелая. Начинаю кормить. Сейчас прикормка еще не сильно готова, еще не подсохла, но, тем не менее, буду кормить. Просто легким движением вставил, не сдавливая вообще, чтобы она выходила, иначе слишком тяжелая. Если хоть чуть-чуть ее сдавить пальцами, она будет лежать очень долго. Вот такая кормушка. 30 грамм. Довольно объемная для такого веса. То, что нам и надо. Он забил, совершенно не сдавливая пальцами. Положил 7 кормушек. Сейчас вяжем поводом, друзья. Поводки храню вот в таких поводочницах. Как я вяжу и храню поводки, можно перейти, посмотреть по ссылке. Там очень все подробно рассказываю, показываю, почему, как, зачем. Работать буду поводком 60 сантиметров, так как поводочница у меня длиной 30 сантиметров. У меня есть вставочки. Я не делаю длинные поводки, заодно и толщиной. Неудобно хранить. Делаю через вставочки. Вот такая вставка. Длиной 30 сантиметров. Вставки я всегда делаю из поводочной лески 0,18. У меня универсальная получается. Ловлю с фидергамом. На фидергаме завязан узелок. И накидываю удавочкой. Все, стащил. Никуда не денется. Держит отлично. Все великолепно. Так, начну. Что у меня есть? 16-й, все-таки. Ну, 12-й на 0,14-м. Начну с него, а там будем посмотреть, что нужно. Теперь в вставку завожу петля в петлю поводок. Если мне нужен поводок, я откусываю сам поводок. Если нужно поменять поводок, я откусываю сам поводок. Вставка остается целой. Если мне нужно укоротить, допустим, до 40-ка сантиметров, я укорачиваю саму вставку. Все, готово. Начинаю по традиции с одного красного опарыша. Моя любимая традиция. Веселый какой он. Перезабросы буду делать каждую минуту. Долго ждать не буду, нет смысла, особенно в начале, пока раскармливаю точку. Если поклевки нету в течение минуты, перезаброс. Ну, первый пошел, друзья. Два раза была поклевка, любого, но не садилась. Что-то мелкое подошло. Скорее всего, гусерочка. Я тут как грязи мелкой, с мизинец размером. Самое тяжелое, это делать такие короткие забросы, удилищем 3.30. Потому что, если сильнее бросить, сделать заброс, идет удар, отыгровка, и уже не попадаешь в точку. Кто-то, 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 гусерочка. Нет. Такая гусерочка, друзья. На кукурузку первая. Крепко подходит. Начало подходить. Крепко подходит. Крепко подходит. что-то хороший сход собака хорошая рыбка была друзья поклевки есть идут не могу реализовать был один тяжелый сход сейчас это увеличился до десятого размера крючка посмотрим на результат дюб 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 а реализации нет возможно не крупная густерка один сход был очень хороший очень тяжелый по ощущениям рыбез такой за 300 грамм рыбы на точке валом клюют сразу но идут одиночные удары бым бым я бы даже может мог подумать усач вот он любит так один удар не засекся один удар не засекся попробую укоротился до 30 посмотрим на результат что-нибудь изменится или нет рыба на точке есть постоянно дергает постоянно любит ну так что взяла судак гоняет по страшному по всему здесь от по всей экватории судак черный творит вот там кто там рыбчик вот друзья вот такой вот красавчик оп-оп-оп-оп-оп что-то есть ребятки что-то тяжеленькое что-то хорошенькое под сачок парлещик хорошенький рома 400 кто-то 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 что-то хорошенькое рыбка друзья рыбка как классно работать легким удилищем это просто в восторг забагрил под ленщика ребята забагрил рыбу валом они постоянно перебит дюк 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 они берет то есть рыбы на точке у очень много он забагрится а почему не могу реализовать почему не берет не могу понять вот такой подлещик красивый постоянно закидывая через несколько секунд начинает леска ходить твертик дергаться то есть рыба есть на точке ну вот кушать не хочет насадку может быть белого опарыша захотела но белого опарыша мне с собой нету не знаю бывает и такое друзья еще очень влияет точность заброса чуть чуть сильнее бросишь или в сторону и все поклевок нету четко попал в точку рыба там есть уже начали чревление кивер типа мама а а а а а а а а ух ты рыбка 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 кто там у нас кто подлещик Вот очередной рыбка Укоротился до 15 сантиметров Посмотрим, полу даст что-нибудь или нет Оп-оп-оп-оп, рыбка, кажется Что-то есть Подлещик Ух, какой загиб был шикарный И мимо Просто красивый Оп-оп-оп-оп-оп Кто тут Какой хороший Убежал Убег Лопатцаком принимать Кто там на кукурузку соблазнился Подлещик все тот же Смотрите Что ты Значит, друзья, ситуация Рыбы на точке валом Просто валом Буквально после заброса Кивертип ходит ходуном Постоянно идут подергунчики Но брать не хочет Я укоротился сейчас До 15 сантиметров И вот поймал уже несколько рыбок Подлещик весь такой В районе 200-300 грамм И было еще несколько Хороших поклевок У меня сложилось впечатление Что рыба кормится непосредственно Прям точно с точки Прям кормится с точки Но что-то ее не устраивает В насадке Вот сейчас поймал на кукурузу Периодически поклевки на опарыши К сожалению Не взял белый опарыш Поэтому не могу проверить Белый опарыш На красный Что-то очень вяленькое Может быть надо червя Нужно было ему сегодня Не могу понять Но при этом На точке рыбы просто валом Буквально вперед Две минуты Я всего минуту ожидаю Буквально 5-10 секунд И начинается подергивание 5-10 секунд Начинает задевание Но брать при этом не хочет То есть рыбы валом Одного даже с обогрил Поклевки, подергивания Идут регулярно А брать не хочет Походу прикормка Вкуснее насадки получилась Ох, ох, ох Ребята Что-то очень тяжелое Очень шикарное Рыба кормится Прям с точки Ого-го Вот это что-то там Шикарное Лещик хороший Есть, грамм на 400 Если не больше Огонь Вот такой красавчик Вот такой красавчик Друзья Вот такой Друзья Поводок 15 сантиметров Все, рыба на точке есть Ну вот С поклевками у нее не очень Что-то ей сегодня в насадке Не нравится Может был бы вариант насадки Может быть как-то что-то подобрал Потом рыба хорошая, тяжелая Вот этот Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он Продолжение следует... Ну что, друзья, восьмой час, пора собираться домой. Рыба дала сегодня, как обычно, новые впечатления, внесла корректировки. Пробовал, гонял поводки сначала от 60 до 30, потом обратно от 30 до 60, а в итоге пришел 15 сантиметров. Почему? Решил попробовать 15 сантиметровый поводок. Рыба на точке была сразу. Одного подвесчика забагрил. Буквально секунд через пять начинал ходить к ходуном, приверти поеду на течение. Пока говорила о том, что рыба заходила сразу на точку и кормилась прям с точкой. Прям с точкой. Никуда не уходя, заходила и прям с точкой кормила. А длинный поводок не давал результата. Она сначала кушала то, что ей давал в кормушку. Когда я поставил 15 сантиметровый поводок, все наладилось. Пошли хорошие поклевки, пошла тяжелая рыба. Но, к сожалению, времени мало. Поэтому поймал немного, килограмма 4 всего. Ну, зато вот влетали вот такие красавцы. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь. До новых встреч на воде, друзья.